Под Москвой русская армия разбила наполеоновских солдат. На заснеженном Бородинском поле сегодня воссоздали битву на реке Березине. Для французов слово Березина с тех пор стало нарицательным, означает нечто ужасное или трагичное. А историки гадают, почему Кутузов дал бы на порту уйти, не разгромив его окончательно. Олег Кормачев наблюдал за реконструкцией. Знаменитые строчки про День Бородина сегодня можно было заменить на День Березины. На легендарном подмосковном поле разыгрывали то, что 201 год назад происходило на поле Брилевском, местечке на территории современной Белоруссии, ставшем знаменитым в воде протекающей там речки Березина, битва при которой поставила точку в провальном походе Великой, как ее называли, армии Наполеона. Хотя к зиме 812-го от 100-тысячной армады только третья осталась. Сказалось голодное и холодное отступление от сгоревшей Москвы. Но то, что случилось при переправе через Березину, роль которой сегодня исполняла местная речка Колыч, историки позже и вовсе назовут настоящей катастрофой для попавших в окружение французских войск. Перейти на западный берег им, конечно, удалось, но ценой жизней почти 30 тысяч человек. С тех пор во французском языке слово «березина» стало нарицательным. Его употребляют тогда, когда хотят сказать, что произошло что-то ужасное или случилась трагедия. Хотя трагичными события двух вековой давности стали не только для наполеоновских войск. Ведь в той битве погибло больше 50 тысяч человек. Это не только французы и русские, но и поляки, немцы, белорусы и даже швейцарцы. Сегодня батальная сцена разыгрывали всего-то несколько десятков реконструкторов. Самых отчаянных зимой на заснеженном Бродинском поле таких маневров еще никогда не проводили. Но историческая достоверность, видимо, превыше всего. Правда, без самого Наполеона решили обойтись. Кстати, зажатый в русские тиски император тогда умудрился избежать плена. Мне нравится эта версия, во всяком случае, что ему именно дали уйти. Потому что если бы были доведены до логического завершения все тактические и стратегические маневры, которые были сделаны русскими армиями при Березине, то уйти ему было бы очень сложно. Но Кутузов, на мой взгляд, специально сдерживал свои войска, чтобы дать именно уйти ему. Но при этом нанести ему такое серьезное поражение, после которого уже армия не могла бы никак восстановиться. Перейти по бревенчатым настилам Наполеон успел лишь со своей гвардией, после чего велел сжечь мосты, оставив на милость частям адмирала Чичагова не только своих солдат, но и гражданских. Французы любили воевать с комфортом, поэтому за войсками тянулся целый обоз. С семьями, парикмахерами, портными и даже артистами. Измотанные лишениями они-то и стали основными жертвами пуль, мороза, ледяных вод, березины. Ну, в принципе, Наполеоновская армия, как организованная сила, она перестала существовать после этого. То есть известно, что он потом оставил армию, потому что в ней не было смысла, в нахождении там и уехал. Огонь! Кушай в окно! Самая мрачная страница в истории наполеоновских войн. Так сражение у березины историки называют до сих пор. Но сам император, говорят, так не считал. Наоборот, даже приписывал себе победу в том сражении. Хотя после него авангард армии Кутузова еще две недели преследовал замерзающих французов до самых границ некогда Великой империи.